Пару дней на подумать. Я вот, честно, даю медаль Василию, потому что, ну, как бы, рефлексориком могла бы быть совершенно другой. Вот, но Василий даже здесь выдержал паузу, пока не нажрался. Сказал, что подумает, может быть, есть встречные предложения. Ну, то есть, чувак в шоке, ему немножко надо прийти в себя. Как бы немножко, ну, неожиданно, будем честными. И в субботу он с друзьями собирались на квартире встретиться, посидеть. Я пошла тоже в гости к подружкам встречаться. Ну, как бы нормально все, поговорили же, ну, вроде бы все, все же нормально. Ну, ничего не предвещало беды. Он со мной говорил весь день через губу. Действительно, что это он? Вот непонятно, понимаете, вот ей непонятно, что... К вечеру написал, что подруги мои шмары, тоже скотина Василий. Что это он? Подруга еще приобрел. Что-то вообще бесится, непонятно. Выебал ему мозг, блядь, 8 лет, просто, сучий подрох. Так, значит, я в клуб пошла обжиматься с мужиками и на большее не способна. Ну, да, у Василия теперь кричит обида, потому что он уже заебался немножко с вами тут, как бы, строить ваш ералаш, ваши мутинные истории, да? Василия можно понять. Как бы в нем говорит обида, и как бы, ну, нужно это считать. Я не стала раздувать конфликт, говорит наша Оксана. Я не стала раздувать конфликт. Очень мудрая женщина, да? Вот, ну, согласимся. Только слушала. Не стала раздувать конфликты. Ну, как бы, уж хватит. Как бы, уж сколько, может, можешь. Раздула. Только слушала, ага. Он был пьян. Высказал и уехал. Ага, после этого везде меня поставил в ЧС, действительно, почему? У меня давно были грехи по преданности. Ну, это мы с вами обсудили, смс другим писала и так далее. И так далее, он мне не доверяет. Он тебе не доверяет, потому что ты просто дырая. Как тебе доверять? Потому что ты видишь, фигура здесь, фигура там сегодня. Ты вот этим вот манипуляцией. Чем здесь мило была манипуляция, девочки? Давайте сейчас разберемся, кто со мной давно. Вы знаете, что такое манипуляция. Манипулятор всегда... Манипуляция – это такой нечестный способ, нечестным способом получить то, что мне нужно от другого человека. И манипулятор обычно давит на чувство вины, чувство долга, чувство жалости, чувство страха. Вот здесь манипуляция с ее стороны чем была? Она хотела получить его, надавив на что? Девина стыд нет. Чувством долга нет. Страх. Молодец, Нина. Страх. Страх типа, что я уйду. Ну, я вот такая вот независимая, вот возьму сейчас и уйду, если ты меня не будешь держать. Вот не будешь меня держать, я уеду, короче, там, что-то навещаем. Он такой, о боже, о боже, она сейчас уедет. Надо сбежать за ней. Понимаете? Она попыталась манипулировать ним, страхом, тем, что ты меня потеряешь. Вообще такая классная была, смотри, неделя целая сближалась. Ох, какая она легкая была. Ага. А потерять меня, как там, нелегко найти, легко потерять вот эти всякие цитатки. Вот. И она попыталась как бы сманипулировать страхом, что если ты сейчас как бы за мной не побежишь очень быстро, не предложишь мне там съехаться или там пожениться или еще что-то, о-о-о, я могу очень быстро отсюда себаться. Вот. И что думал? Моя недельная легкость, она за бесплатно? Вот. И, конечно же, он ей не доверяет, как и любая женщина не доверяет мужчине, который очень часто собирает манатки и уходит. Так или нет? Мужчина, который говорит, не нравится, никто не держит. Мужчина, который говорит, тогда разводимся. Мужчина, который собирает вещи и говорит, тогда я пошел. Девочки, так или нет? У вас что сразу внутри? Страх. Он действительно может уйти. И вы такая раз и начинаете вестись у него на поводу. Так или нет? У вас отсутствует от этого чувство безопасности рядом с таким мужчиной, который постоянно уходит, который типа не держит, который постоянно как бы не нравится, я пошел, или ты иди, и все остальное. Конечно же, и у него здесь такая же история, что а как тебе доверять? Ты сегодня здесь, завтра там, ты какой-то вообще непонятный. Откуда будет доверие, да? Типа, а он все не доверяет мне, действительно. С чего бы это? Восемь лет ты дичь творила, это мы еще не знаем половину, что она там творила. Да? Это она вот только рассказала на минуточку, последние две недели свои. Представляете, какой-то можно, ну, яролаж снять. Просто там жадя отдыхает. Ну, не знаю, сколько можно сезонов поснимать. Вот с их восьми лет, я серьезно. Вот, и, значит, я от него ждала каких-то предложений, говорит она, после совместного отпуска. Артем почему-то ему об этом не сказала. Это первое. И второе, очень рано было ждать каких-то предложений. Очень рано было ждать каких-то предложений. Корону свою сними, ты дичь творила восемь лет. Вы только начали сближаться. Вам сближаться еще и сближаться, хотя бы полгода после этого Таиланда. Хотя бы полгода, чтобы потом нужно было экологично поговорить о том, чтобы съехать, съехаться и так далее. А здесь инфантилизм полный. Понимаете? Инфантилизм полный. Ножкой топнула, я хочу сейчас и хочу вот так. А не будет так, какую-то дичь придумаю и так далее. Все хотят жить вместе хотя бы. То есть это хотя бы. Она неделю ему дала легкости. И она говорит, что типа, ну, после Таиланда я ожидала съехаться, типа, хотя бы. То есть это минимум. Это минимал. На минималках просто Оксана, понимаете? На минималках. На максималках как бы можно было бы и колечко вообще-то. То есть, ну, чувак, конечно же, в шоках. Конечно же, ни один мужчина на это не пойдет. И вообще надо за него держаться, честно говоря. Потому что, ну, с такой дичью, я не знаю, кто будет строить какие-то отношения. Если он еще там хоть как-то согласен, хотя бы, ну, хоть как-то что-то соглашается на что-то, вот ей нужно очень сильно держаться за этого мужчину. Вот. Прошла неделя, отношения стали теплее, конечно. А вот. Но предложений не поступало. То есть обесценка, полная результата, желание быстрого результата, топание ножкой, инфантилизм. Вообще не... А полное отсутствие понимания, как вести себя в конфликте и так далее. И мне нравится финалочка, да, финальный вопрос. Все видят, да? Как тут можно вырулить? Как тут можно вырулить? Ну, вот давайте. Вот ваши варианты. Как тут можно вырулить? Он в ахуе, да. Эфир будет сохранен? Нет. Уже никак. Молодец. Уже никак. Вот честно скажу, уже никак. Мне кажется, она уже настолько заебала, что... Ну, ладно. Но если бы уже как-то можно было попробовать такую, знаете, предсмертную агонию, ну, как бы вот уже последнее такое, что можно было, это, конечно же, бежать просто на курс. На любой курсе качественного. Вот сейчас прям не зазываю на свой. Я знаю, что мой принес бы результаты, но как бы хоть куда-то бежать, свою голову лечить. Голову лечить нужно в терапии, потому что она манипулятор, она там абьюзер, короче, там у нее полный набор как бы неправильных внутренних программ, которые ее провоцируют таким образом поступать.